привет это канал походный оптимист меня зовут дима я нахожусь землянки в диком лесу в землянки у березы приплыл я сюда вчера на лодке это первый раз когда я сюда делал заброску на лодке на самом деле было намного удобнее чем пробираться через чащу и болото озера полузасохшие когда я сюда добирался пешком с собой всегда нес целую кучу комаров потому что по дороге они цеплялись за мной и потом не давали мне здесь покоя вчера я приплыл на лодке из вчерашнего дня было несколько комариков всего ночью то есть это просто ну меня на даче больше комаров чем здесь это великолепно поэтому я думаю что в будущем тоже нужно пользоваться именно этим способом доставки вчера и сегодня с утра я сделал полы в землянке сделал люк сделал холодильник схрон это алюминиевая фляга которая вкопана в грунт ниже уровня полов и чтобы туда добраться нужно открыть люк маскировать я наверное ее не буду все таки там будут лежать необходимые припасы спички вода еда для какого-то путника возможно которые могут заблудиться и оказаться здесь туда это все дело его выручит ну или просто придут гости и нужно будет чем-то угощать вот так сегодня грандиозные планы сегодня надо зеленять крышу закапывать грунтом еще и делать может быть траву как-то сверху мог искать нужно сделать начинать делать здесь коридорчик нужно избавляться от щелей внутри землянки нужно сделать умывальник так что работы полным полно так что пора приступать ребята хочу порекомендовать вам канал лесной сергей канал молодого парня который большую часть времени проводит в лесу со своим прекрасным другом тайсона только посмотрите этот ролик как он строит удивительный домик хоббита прекрасная подача красивая дикая природа и лучший друг рядом переходите по ссылке в описании если понравится подписывайтесь чтобы не пропускать интересные видео ну и не забудьте передать привет от оптимиста начать хочу я с крыши начать ее озеленять потихонечку это процесс долг я думаю что даже не за один раз потихонечку я начну долго думал как закрыть тент трава же отсюда будет падать скатывать ее будет дождем смывать я решил здесь сделать бревно положить длинное но это бревно хочу чтобы оно было с корой чтоб она была частью маскировки зеленая крыша и бревно с корой вот так а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вон их сколько Ого вот они Кислющие наверно Да кислые, дикие Жажду хорошо утоляет Надо подумать как их использовать Сегодня на ужин Надо что-нибудь приготовить вместе с яблоками Жара стоит страшная Достану водички из холодильника Холодная Значит так Сейчас самая Тяжелая работа будет опять нудная Это заготовка досок для лежанки и для стола Заготавливаю доски и иду купаться на речку По возвращению буду заниматься уже сборкой стола Лежака Проконопачивать щели все Вот так Вот так да и стемнеет там уже Время обед Два часа Сейчас полтора часа на заготовку дров Ой досок Сейчас на купание обед Сейчас на купание обед Которую я делаю Может быть какую-то пилораму Себе какую-то соорудить Я не знаю Маленькую Ну вот консультировался я Слепатычем Михалычем Они говорят то что Пилить бензопилой Строго Строго Горизонтально Очень вредно Для пилы То есть Ну ресурс движка Сильно падает Ну и всех Движущихся частей Поэтому Все таки Самый правильный способ Пока на мой взгляд Это Потихонечку распиливать На пилу не давить И видите Даже Самая наверное Дешевая пила Я уж не знаю Есть дешевле пилы бензопилы или нет Сколько я уже поперепилил Сколько я досок сделал В землянке у реки И здесь уже досок Сколько понаделал Посмотрим как она будет служить дальше Это будет мой лежак Из горбыля тоже сделаю его Эти Эти МОФРАЗОГО Будет стол Будет стол Будет стол Ну вот Совсем другое дело Как думаете Делать мне здесь крышу Ну чтобы как бы был такой лаз коридорчик Или здесь она не нужна В тамбуре Пока не буду ничего делать Почитаю ваши комментарии И решу То придется как-то пролазить Будет наверное не очень удобно Хотя можно здесь углубиться С другой стороны А с другой стороны зачем Так вот зашел Здесь уже залез Или здесь сделать крышу домиком В общем пишите комментарии Почитаю Почитаю Подумаю Как-нибудь сделаем Но здесь Сделать пол Нужно по-любому Деревянный Хочу повесить умывальник Вот такой временный Пока на улице Ну чтобы не бегать Каждый раз в реку Да умыться Руки помыть Удобно можно это сделать Прямо в лагере Как-то так вот его Привязать Нальем воды Август месяц На удивление Вода в реке не цветет Чистая вода Тест драйв Отлично Надо полотенечко Здесь повесить еще За работу Я уже сходил Скупался К раз воды принес Время уже После обеда Уже жара спадает Можно Приступать К плотной работе Деревянный Скупался Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Постепенно дальше уходить... Тяжелее носить... Продолжение следует... 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 здесь выпилил чтобы ровненько ложилась вот так наоборот провожу замеры здесь лишнее отметил уйдет сейчас с помощью пилы здесь нужно сделать уже что-то я сначала размахнулся потом думаю куда мне такую широкую кровать и здесь нужно подпилить тоже пометку сейчас пару минут на исправление и собираем вот другое дело аккуратненько ровненько и полным полно еще место отлично то что надо пора заниматься столом между лавок свободно на лавке сидеть за столом друг другом общаться здесь будет полочки сверху собственно это самый стандартный такой самое стандартное расположение во всяких зимовьев в избах таежных вот и патыч михалыч также сделали не помню в каком ролике лесные как-то где-то так делали тоже ну собственно это не блогеры придумали из поколения в поколение удобство передавалось два лежака посредине стол двери в углу печка а здесь на столом полочка и освещение как-то так будет вот такой штуки мне будет держаться стол вот 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 Продолжение следует... Стала появляться мебель. Нужно еще второй лежак, печка, вешалки всякие, полочки. Ну и, конечно, окна и дверь. Дверь это вообще отдельный разговор. Я думаю, для нее будет посвящен отдельный поход. Надо, чтобы она была плотная. Чтобы не было щелей никаких, надо будет прямо постараться. Землянки все больше и больше хочется находиться. Стол, кровать, полочка. Пока такая будет. Потом, в зависимости от того, как, где будет располагаться лежак. И остальное все я сделаю уже, наверное, во всю стену. А может быть, будет две полочки, одна пониже. Сейчас меня смущает только одно. Это тент, который видно в щелях между бревен. Я взял с собой три мотка льна. Ну, думаю, надо проконопатить все это дело. Самое время начать. Не знаю, насколько лен будет нести практичность. Потому что все равно с той стороны все засыпано грунтом. Никакого нигде ветра быть не может здесь. То есть ничего нигде выдувать не может. Все плотно держится тентом, землей. Но ради эстетической составляющей можно, и думаю, это сделать. Хотя зимой, зимой, может, лучше будет держать тепло все равно. Да, думаю, что все-таки как утеплитель она сработает. Отгородимся с холодной земли, песка. Зимой это будет на пользу. Совсем другой вид сразу становится. Класс, как будто такой жесткий, четкий сруб. Когда-нибудь я до них доберусь. Но, знаете, вот делать избу... Делать избу из такой неликвидной древесины, как здесь. Ну, или вообще, как попадается в лесах, по крайней мере, где я живу. И вокруг, в областях. Я не знаю, как можно. Вы вот видите, все из чего сделаны. Вот полы, и стены, и все. Оно же такое кривое. Почему? Потому что вся древесина неликвидная. Она потому и называется валежник, и разрешена бесплатному сбору. За редким исключением можно найти хорошее прямо дерево, которое недавно свалил ветер. Ветровальное. Но, в основном, вот полугнилое. Все кривое. Все в сучках. Как из этого строить избу, я не знаю. Ну, сейчас прямо можно видеть контраст. Половина стены сделана. Ну, почти еще можно подзапихать. А половина нет. Как здесь сели и тент. Как там пока посимпатичнее. Солнце еще не совсем село. А дела уже практически все закончены. Фух. День прошел продуктивно. Теперь у меня есть лежанка нормальная. Нары. Теперь у меня есть стол. Я заделал щель и львновым, наконец-то. Мы начали озеленять крышу. И начали делать вот такой вот коридорчик. С тех пор я еще не знаю, как сделать здесь крышу. Или вообще ее не делать. А еще я нашел яблоню сегодня. То есть день очень хороший. Я думаю, что сейчас я соберу немножко яблочек и начну готовить ужин. Но сначала нужно разобрать все вещи, навести порядок, так сказать, уют. И потом спокойно уже заниматься ужином. Кто-то ходит. Скорее всего звери. Яблочек. 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 Надо отдыхать Ну вот поуютнее уже согласитесь Пускай пол землянки еще пустые Но даже так Здесь уже круто находиться Вещи все Пила, топор Сумка-холодильник Здесь остатки продуктов Как остатки? Должно хватить Мука, чай Макарошки есть И кашка Вот кстати наверное сегодня кашку и буду есть Мне очень нравится Не хватает теперь окон, двери Не хватает прохлады осенней И теплой печки Пойду за яблоками схожу это очень хорошо что здесь яблони может быть как-нибудь в нее можно как это называется когда дикое растение одомашливают почитать надо пройти телу те кто добрить или привить к ней веточку от обычной яблони можно но чтоб яблоки были большие сладкие они мелкие кислые сделаем пакетик с чаем вот яблони пакетик и и и и и и и и порежу яблоки моментально начинают окисляться смотрите некоторые магазинные яблоки могут почти поскольку часов не окислятся меньше чем за минуту значит у них очень много железа нож кстати свой я так и не нашел землянки у реки работала последний раз когда там был и второй день уже все его не нашел под конец 1 уже не было поеду когда туда попробую еще поискать пока сейчас вот такой вот у меня уже не знаю сколько ему лет я думаю что лет 12 наверное будет у меня каша с яблоками а 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 с а Яблочный вкус появился Кислинка прям Приятного аппетита всем, кто кушает вместе со мной Я буду кушать Пить чай и ложиться спать Дверь будет открыта Точнее, ее нет Ну и комаров вроде не замечаю Надеюсь, никто ко мне не забежит ночью Какой-нибудь кабан В общем, если что-то будет интересно, я включусь До завтра Доброе утро Ой, ночь прошла отлично Опробовал новую скамейку для сна Чуть-чуть, мне кажется, узковато Можно было бы прям чуть пошире, но нормально Все равно нормально Ровненько На пенке удобненько Так что я доволен Стол Вчерашний ужин тоже показал то, что он вполне Вполне удобен Нужно полочек только побольше сделать, чтобы все было под рукой А так Самое то Ну вот На глазах землянка стала превращаться уже в реальную землянку Сколько раз мне пришлось сюда Сходить Сначала яма Потом каркас Потом стены крыши Потом пол Сейчас уже внутренняя мебель Холодильник появился Скоро появится и печка Может быть, какой-то рукомойник тоже здесь сделаю Пишите в комментариях, что бы вы хотели вообще Чтобы здесь еще появилось Это же как-то такая все равно общая землянка наша с вами Я же как бы Стараюсь так снимать, чтобы Вы ощущали свое присутствие здесь Как будто бы вы со мной Ну и поэтому и советом тоже не пренебрегайте Пишите Подписывайтесь на мой инстаграм, кстати, тоже Я там публикую фотографии и видео Еще до выхода ролика на ютуб Обычно прямо в то же время, когда я снимаю Как только появляется интернет Я сразу выкладываю фотографию того Что я делаю в данный момент Ну и мои подписчики в инстаграм Сразу же в комментариях мне дают какие-то советы Или наоборот говорят, что все в порядке Так что именно как раз через комментарии в инстаграм Можно повлиять на ход процесса в реальном времени Завтрак небогатый у меня Яблочко Но если честно, и кушать-то особо не охота У меня есть макароны В сумке холодильника Еще и мука Но ничего готовить не хочу Сейчас немножко все дела поделаю Все равно уже отправляться домой Я с собой лучше яблочек наберу Полез доставать продукты И увидел то, что у меня еще есть консерва Чечевица с овощами и рагу Но я на следующий раз ее тогда оставлю Как раз с макарончиками Приготовлю Уберем продукты сюда Что здесь на полочке у меня Пауэрбанк я забираю Еще 37% осталось Нормально Свечки, спички оставляю Чайник, газ Средства от комаров Посмотрим Был ли здесь кто-то Сковородка Веревка Наборчик посуды Так, это портативный аккумулятор Для насоса для лодки Его я забираю Ну что, пора прощаться Отправлюсь я в обратный путь Сейчас Надеюсь, там лодку мою не украли Хотя я проверял Ходил вчера и позавчера Все лежало на месте И следов, кроме кабани На берегу ничьих не было Ну это был канал Походный оптимист Не забудьте подписаться на канал Если вы еще не подписаны Потому что спереди будет еще куча Интересных роликов Поставьте, кстати, колокольчик Проверьте, стоит ли у вас колокольчик А то многие зрители жалуются Что им не приходит оповещение О выходе новых роликов Ну, это был с вами Дима Пока, скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр!